Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Автопарк Карачаево-Черкесии пополнится новыми современными автобусами. Большая часть транспорта поступит в сельские и населенные пункты. Замена коммуникаций на шести улицах в Эркин-Шахаре идет полным ходом. Все необходимые работы будут завершены до конца года. Семинары, сессии, тренинги, панельные дискуссии. Сегодня в Донбай завершился окружной форум «Межкультурные согласия». Лето впечатлений. В картинной галерии Черкеска работает выставка народного художника России Никаса Сафронова. Автопарк Карачаево-Черкесии пополнится новыми современными автобусами. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин сообщил о том, что были одобрены заявки 45 регионов на обновление автобусных парков. Поддержана заявка и Карачаево-Черкесии. В прошлом году для Черкеска были приобретены 20 автобусов марки «ПАЗ-Вектор», в текущем еще 6. Но, как отметил в своем послании глава республики, потребность в обновлении остается. Работа в этом направлении продолжается. Соответствующие поручения даны правительству Карачаево-Черкесской республики. Большая часть новых автобусов поступит в сельские поселения. Жители поселка Иркин-Шахар Ногайского района беспокоят качество воды, которая поступает в их дома. По словам людей, живительная влага даже визуально не внушает к себе никакого доверия. Наш корреспондент Артур Мпц отправился в поселок, чтобы выяснить, когда же население может пользоваться водой надлежащего качества. Проблема, о которой идет речь, не нова. Эти кадры жители поселка Иркин-Шахар Ногайского района Карачаево-Черкесии снимали лет 7-8 назад. Идущая из крана вода была скорее похожа на кофейный напиток, который к тому же оставлял на поверхности раковины грязные следы. Люди неоднократно обращались за помощью в различные станции. Сперва им обновили насосную. Но лишь поэтапная замена всех коммуникаций, похоже, могла бы исправить ситуацию в лучшую сторону. Наличие воды имеется у нас. Но по качеству, да, вода чуть-чуть у нас идет грязная. Особенно после остановок. И из-за старой системы разводки всегда у нас, получается, при остановке идет ржавчина. Очистные сооружения есть, но они не справляются. Тем более, как сейчас были большие ливневые дожди, большой исход селий. Они просто элементарно забивают ее. Так вот вода хлорируется, добавляется жидкий хлор в нее. В регионе это не единичный случай. Схожая проблема с качеством подаваемой в дома воды есть, например, и в ряде населенных пунктов Карачаевского района. Там нет очистных сооружений, нет водокачки. Жидкость с самотеком подается из бассейна суточного регулирования. Водопроводные сети прохудились и пришли в негодность. Здесь же, в Иркин-Шахаре, сперва заменили водокачку. Но стало понятно, что дело не только в ней. На данный момент мы по программе комплексного развития сельских территорий заложили 5 километров магистральных сетей. Сейчас проводим работы, меняем их. Все, которые ветхие сети есть, забитые, вот мы их сейчас меняем. Это проект того, что запланировано для замены коммуникаций на шести улицах поселка. Два километра из пяти уже находятся, так сказать, в работе. На участках, где строители меняют древние трубы, вода на 2-3 часа отключается. В это время в остальной части населенного пункта текущая из кранов жидкость на какое-то время становится чуть чище. Здесь убрали землю, копаем траншею. То есть здесь усложнение в чем? Грунтовые воды постоянно, поэтому чуть-чуть сложновато. Ну, как бы справляемся, все хорошо, работа идет. Колодцы устанавливаем, гидранты будут новые стоять. То есть раньше, если от кого-то там пожарники должны были воду питать. Тут приехал, сразу подключился. Кроме того, пока периодически приходится латать и старые, прохудившиеся трубы. Выглядит подобное действие не очень приятно. Но без этого не обойтись, пока не заменят все коммуникации. По заведенной у нас традиции, люки будут находиться на проезжей части. Правда, по словам руководителя сельского поселения, иного варианта попросту нет. Люди пользуются тем, что досталось наследство от прошлых поколений. Низкого давления, вот рядом труба газ, высокого давления. А куда его ставить? Только вот сюда он не становится, согласно разработанной документации. То есть проверить, если он мешать не будет, он будет заподлицо, забетонируется. Позже усилим и люк будет стоять здесь. Как нам рассказали в администрации Иркин Шахаров, все необходимые работы будут завершены до конца нынешнего года. То есть предполагается, что 2024-й жители поселка встретят с чистой и качественной водой. Не разойдутся ли планы с действительностью, ждать осталось значительно меньше, чем существует сама проблема. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачао-Черкесия, Ногайский район. Курорт Архыз до конца года защитят от затоплений. Досрочное завершить расчистку 12 километров в русло реки Архыз, в лунной поляне и романтике поручил глава республики Рашид Темрезов, Министерству природных ресурсов и экологии в ходе своего послания Народному собранию. Работа по защите от затоплений – часть комплексного плана по развитию всесезонного горного курорта. Русло предстоит избавить от насосов, которые затрудняют течение и вызывают мгновенный подъем воды. Расчистка позволит предотвратить возможный ущерб от затоплений. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Содействие межкультурному и межэтническому взаимопониманию, диалог между представителями молодежи разных регионов. Эти и другие темы обсудили на форуме в Донбайе. Данное мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики России в Карачаево-Черкесии. Сегодня состоялось закрытие форума. Как проходило открытие и какие актуальные вопросы были обсуждены, расскажет Алла Качиева. Сегодня Донбай стал местом, где рождаются новые идеи и обмениваются опытом. В течение трёх дней в курортном посёлке будет проходить форум «Межкультурное согласие», который соберёт на одной площадке 70 представителей молодёжи СКФО. И вот они – молодые, задорные, амбициозные, из разных регионов и сфер деятельности, с интересными идеями и креативным мышлением. Их объединяет желание обменяться опытом, приобрести новые знания, наладить связь путём межкультурного согласия и диалога. «Разные республики, у нас разная культура, и, наверное, этим мы уникальны и прекрасны, и поэтому, если мы будем общаться на протяжении этих трёх дней, я думаю, мы извлечём огромную пользу для себя». Берс Хамхоев из Ингушетии – волонтёр. Он уверен, что данный форум ему поможет улучшить коммуникационные качества и сотрудничество в многообразном обществе. «Этот форум, естественно, мне в этом пригодится, так как волонтёрство не останавливается на одной Ингушетии. Это распространяется по всей России. И если я буду ездить по всей России как волонтёр, мне необходимы будут те навыки, которые я могу приобрести на этом форуме, как на межкультурном согласии». Окружной форум «Межкультурное согласие» организован Министерством по делам молодёжи республики и проводится при поддержке главы Карачева-Черкесии Рашида Темрезова. «Основной целью данного мероприятия является обсуждение тех вопросов, которые для молодёжи Североказского федерального округа относятся к категории актуальных с точки зрения межкультурного и межнационального согласия. Не случайно данное окружное мероприятие проходит на территории Карачева-Черкесской республики по причине того, что наш регион, являясь многонациональным, является показателем того, как большое количество представителей разных народов могут жить в мире согласии, внося свой значительный вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие как Карачева-Черкесской республики, так и Российской Федерации. Участники форума активно принимали участие в упражнениях и играх, панельных дискуссиях. Свои интересующие вопросы они задавали экспертам в области межкультурной и межэтнической коммуникации, представителям власти, духовенства, общественным и культурным деятелям. Собравшихся поприветствовал депутат Народного собрания Карачева-Черкесии, известный спортсмен Наурус Темрезов. Вы – будущее нашей страны, и от того, как вы сегодня консолидируетесь, от того, как вы сегодня будете сплоченно, вместе, достойно работать, общаться, от этого зависит и целость нашей страны, и развитие в целом. В течение трёх дней молодёжь участвовала и в семинарах и сессиях, в которых обсуждались такие актуальные вопросы, как межкультурные переговоры, разрешение конфликтов, инновационные инструменты и платформы для развития диалога, продвижение инклюзивных политик и практик и другие. Также в рамках форума состоялась ярмарка культурного обмена. Представители молодёжи продемонстрировали свою культуру, традиции и этническое разнообразие через музыку, танцы, искусство и национальную кухню. Участвовали молодые люди в совместной сессии для разработки комплексного плана действий по реализации предложенных идей. Я в первый раз в Карачаево-Черкесии, запомнились горы. Правда, в Дагестане тоже много гор, но вот этот вид, пока мы ехали сюда два часа, я просто всё это время смотрела в окно и не могла налюбоваться. Всё-таки горы никогда не надоедают, и каждый раз, когда ты их видишь, как будто всё заново, всё по-новому. И на самом деле очень красивая республика. Получив определённый багаж знаний, вдохновений и заряд бодрости от потрясающих живописных пейзажей чистого горного воздуха Дамбая, участники обменялись не только опытом, но и телефонными номерами, в надежде на то, что эти встречи станут традиционными. Алла Качиев, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Дамбай. Его кисти принадлежат портреты королей и президентов, артистов и олигархов. На своих полотнах он отображает реалии жизни. В картинной галерее города Черкеска работает персональная выставка народного художника России Никаса Сафронова. О лете впечатлений расскажет Светлана Шаганова. Перед зрителям предстаёт разнообразный, красочный и уникальный мир гениального художника. Здесь произведения различных жанров, пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные и сюрреалистические композиции. Никаса Сафронова можно назвать самым известным российским живописцем нашего времени. Основная часть работ художника находится в частных коллекциях и музеях многих стран мира. Для нашего музея впервые, естественно, мы принимаем такого уровня мастера. Народный художник, профессор, академик Никас Сафронов. Его работы хранятся во многих частных коллекциях по всему миру. И в Эрмитаже, и в других больших музеях его работы представлены. И отчасти мы тоже горды тем, что смогли хотя бы на один месяц присоединиться к этой плеяде музеев и представить на суд наших любителей искусства его работы. На выставке представлено более 80 живописных и графических работ. Различные периоды творчества маэстро. Лето впечатлений говорит само за себя. У посетителей выставки есть прекрасная возможность попутешествовать. Побывать в Венеции. И тут же оказаться во Франции, Версале. Встретить рассвет у подножия Фудзиямы. Окунуться в историю городов и старинных замков. Увидеть красоту северной столицы и, конечно, Москвы. Работы все разные и необычные. Мастер не проходит мимо известных мировых событий. Порой шокирующих. К примеру, вот так художник запечатлел убийство Кеннеди. Никасу Сафронову присуща своя индивидуальная манера. Интересные работы, написанные в технике Dream Vision. Это собственное направление Сафронова. Тут вот и лёгкость, прозрачность в его работах. И через вот эти работы видно, что он сам по себе очень лёгкий, позитивный человек. И вот эта позитивность, она отражается в его работах. Вот это вот впечатляет. Баловин судьбы, хотелось бы сказать, да, человек. И, естественно, вот эта вот экспозиция располагает к себе вот этим позитивом. Никас Сафронов предпочитает писать и портреты известных личностей. Политических деятелей, шоуменов, бизнесменов. И художник, как правило, дарил картины человеку, который ему позировал. Таким образом, он популяризировал своё творчество. Можно только удивляться творческой фантазии Никаса Сафронова. Он везде разный и находит для каждого героя интересный подход. Знаменитые портреты котов Никаса Сафронова. Здесь не просто изображения животных. Они похожи на людей. У каждого свой характер, умело подчёркнутый мастером. Знаменитые картины из серии «Люди-животные». Здесь у художника восприятие человека сквозь призму кошки или собаки. И в каждой работе показан характер, темперамент, мировоззрение. Хотелось бы, чтобы школьники пришли, дети подрастающего поколения, чтобы в своих сочинениях, как я провёл это лето, могли бы написать в том числе и посвящение этой, на самом деле, очень интересной выставки. Ника Сафронов – один из самых известных художников современной России. И многие ценители высокого искусства называют его «Русский Дали». Как говорится, лучше один раз увидеть. Познакомиться с творчеством Ника Сафронова можно в картинной галереи «Черкеска» до конца июля. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Счастье не за горами». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова